Взгляд ставка Вашингтона на грубую силу в Венесуэле не сработала. L. Ставка Вашингтона на грубую силу в Венесуэле не сработала. 6 марта 2019 года, 12.58 фото, Carlos Jasso, Reuters. В магазинах мы сразу бежали к полкам с туалетной бумагой и фотографировались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимостью стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Российская делегация на Ассамблею народов мира в Каракасе на сутки, по соображениям безопасности Air France, на три дня всю рейс в Боливарианскую республику, внеся тем самым свой вклад в блюкаду страны. Авиакомпания отменила рейсы именно в дни предполагавшейся американской гуманитарной операции. Обходными путями добравшись до Каракаса, мы узнали, что гуманитарная операция действительно должна была стать ширмой для военной интервенции. И только заявления с начала стран лимской группы. В Венесуэле группу Лима называют лимским картелем по аналогии с латиноамериканскими преступными наркокартелями, а затем и Евросоюза о нежелательности военного вторжения, встреченные делегатами Ассамблеи и овацией и криками. Victoria Popular, привели в чувство пентагонских истребов, не решившихся действовать в одиночку. Администрация Трампа рассчитывала на быстрый и беспроблемный государственный переворот в 24 часа, который ей пообещали горе исполнители во главе с ее новоиспеченным любимчиком Гойда. Но что-то пошло не так, венесуэльская оппозиция не добилась ни внушительного перевеса на столичных улицах, ни красивых телегеничных провокаций на колумбийской границе, куда для торжественных проводов гуманитарного груза и создания впечатляющей телекартинки стянулся весь оппозиционный бомонд и все мировые СМИ. Я не оговорилась именно про водов, а не встречи, потому что гордая венесуэльская фронта предпочитает наблюдать за ею же организованной заварухой с колумбийской стороны. Кровавый режим Мадуро настолько кровав, что спокойно пропускает через границу страны, с которой Венесуэла официально находится в состоянии войны, снующих туда-обратно депутатов, журналистов, контрабандистов, наживающихся на кризисе. Расчет на то, что венесуэльцы из приграничных районов будут встречать аплодисментами три американских грузовика с надписью «Use Aid» с гуманитарной помощью в виде бутылок с коктейлем молотова, гвоздей, заточек, противогазов, камней и прочих жизненно необходимых страждущему народу вещей, не сработал для массовки свезли пару сотен горем баз, профессиональных погромщиков, устраивающих беспорядки по заказам правых политических сил. Антимадуровские волнения индейцев, о которых заливались мировые медиа, оказались пикетами индейской общины, требовавшей бесперебойной доставки бесплатных газовых баллонов. В отличие от соседних латиноамериканских стран, в Боливарианской Венесуэле правительство берет на себя оплату газа для коренных народов. В индейские поселения во время экономического кризиса машины с газом не всегда приезжают вовремя. Вместо обсуждения страданий 30-ти миллионного народа, которому тиран не пускает три спасительных грузовика, вся венесуэльская пресса, что официальная, что оппозиционная, судачила о соратнике Гуайда по фракции секретарей парламентской контрольной комиссии Суперлэна, который вместе со своим помощником, приехав в приграничную колумбийскую Кукуту для наблюдения за восстанием, якобы полжертвой местных проституток. Жрицы любви чем-то траванули парламентариев и обчистили их, в результате чего депутат Суперлэна отправился в реанимацию, а его помощник соленась на тот свет. В общем, пафосная картина всеобщего восстания против тирана упорно не складывалась, превратившись в какой-то малоприличный фарс. К нам, представителям политических партий, социальных и гражданских движений, на закрытие Ассамблеи народов мира приехал на несколько часов Николас Мадуро, исповедующий принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он показывал нам видеокадры, снятые отмютни венесуэльской компанией. Телеса, АСНН, на виде абсолютно ясно видно, что бутылки с зажигательной смесью в гуманитарные грузовики и бросаются именно колумбийской стороны персонажи с закрытыми платками лицами. Эти разошедшиеся по всему белу свету кадры плохо сочетались с заголовками мировых агентств. Диктатор сжигает машины с гуманитарным грузом, доставленным в помощь голодающим венесуэльцам. Все СМИ цитировали Мадуро, назвавшего Трампа «кук-лукс клановцем», но основной огонь критики венесуэльский президент обрушил на своего колумбийского коллегу, отметив, что весь этот похабный цирк на границе происходит не просто с молчаливого согласия Ивана Дуки, а по его прямому указанию. Эти слова получили бурное одобрение колумбийской делегации, в которой, кстати, были и представители повстанцев. ФАФК, скандировавший «Колумбия Маньяна Сера Боливериана». Завтра Колумбия станет боливарианской. Себя Мадуро охарактеризовал как марксист-талининца, который верит в Бога, вызвав аплодисмент аудитории. Нынешний раскол венесуэльского общества, усугубляемый кризисом, не перерастает в активный социальный конфликт, как бы ни старались поджигатели войны всех против всех. Слишком хорошо тут помнят кровавые события 1989 года, вошедшие в историю как восстание Каракасу и унисшие три с половиной тысячи жизней. Миллионные демонстрации как в поддержку чавистов, так и против правительства проходят по выходным, в разных районах столицы, никак не соприкасаются между собой и носят подчеркнуто мирный характер, больше напоминая своеобразные карнавалы с участием музыкантов, клоунов, мотоциклистов, танцевальных коллективов. Я лично наблюдала мотопробег, когда центральные проспекты Каракаса были запружены тысячами сторонников правительства на мотоциклах с портретами Мадуро и Чавеса. То, что до сих пор не отмечено ни одной уличной перестрелки, поножовщины, массовой драки стенка на стенку, говорит о высоком уровне гражданской культуры венесуэльцев, тем более, что после начала антивенесуэльской вакханалии в январе было создано народное ополчение с раздачей населению оружия. Весь Каракас расписан и разрисован чавистскими лязунгами и рисунками, а вообще не видно без. Работает венесуэльская. Однако, за шесть дней я так и не увидела ни рисунка или лязунга в поддержку самопровозглашенного президента. Ведь граффити в Латинской Америке одна из составляющих любой пропаганды. Почему оппозиционеры ничего не млюют? Неужели у них нет своя граффитчиков? Спрашиваю у венесуэльских друзей. И вот наконец и в богатом столичном районе Сабана Гранди, настроенном в основном антачавистске, местные мне тыкают пальцем в странную надпись на стене GNB равно HDP. Ни посвященный и ни местный в жизни не догадается. О. Аббревиатура расшифровывается как Guardian National Bavarianer High Joes Deputers. Национальная боливарианская гвардия сыновья шлюх. Ну, как-то не густо для огромного города. Конечно, мы старались не засиживаться на одном месте в Каракасе, а поближе познакомиться с различными сторонами местной жизни. Ездили в коммуны, населенные жителями столицы и пригородов, в Бедняцкий Бариос, в гости к обитателям социальных домов, построенных по боливарианской программе Mission Vivendo, добротные кирпичные и панельные многоэтажки, возведенные белорусскими, китайскими и российскими застройщиками, квартиры в которых население получает бесплатно. В этом году страна вышла на 2,5 миллиона таких социальных квартир. В коммунах смотрели, как устроены поликлиники, обычно там работают как венесуэльские врачи, так и кубинские специалисты, комнаты матери и ребенка, клубы детского творчества, молочные кухни, общественные пекарни. В детском садике Три Белин дети играют на барабанах, танцуют, поют, рисуют, а присматривают за ними по очереди родители-члены коммуны. В специальных пунктах социальной взаимопомощи коммуна распределяют продукты, лекарства, и любую помощь там можно получить бесплатно. Такое устройство коммун помогает пережить кризис. Когда мы в государственных и кооперативных магазинах сразу бежали к полкам с туалетной бумагой, хватали пачку рулянов и фотографировались, венесуэльские товарищи смотрели на нас с плехоскрываемым недоумением, не все догадываются, что тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товара в первой необходимости уже стала частью перевернутой, виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Вот чего в венесуэльских магазинах действительно днем с огнем не найдешь, так это чай не пьют его венесуэльцы. Офа, коммунальные платежи для жителей Бариос отменены, набор основных продуктов венесуэлец получают за символические копейки, так что маленькие зарплаты компенсируются достаточно полным социальным обеспечением. В общем, кризис с кризисом, но не имущему пережить тяжелые времена в Венесуэле куда проще, чем в соседних странах. Именно в Венесуэле в последние годы нашли себе пристанище более 6 миллионов беженцев из соседней Колумбии, ищущих спасения от перманентной внутренней войны и острой нужды. Вы, конечно, можете и дальше слушать сказки о миллионах венесуэльцев, покидающих страну, но реальность от этого не меняется. Правительство Мадуро пытается заниматься их адаптацией, хотя, как говорится, своих хлопот полон рот. Сегодня уже понятно, что ставка Соединенных Штатов на грубую военную силу в Венесуэле не сработала. Американская администрация явно недооценила готовность венесуэльцев постоять за себя и защитить завоевание последних 20 лет. А вот способности местной оппозиции сильно переоценила и исполнители явно подвели. Но иллюзии венесуэльцы не испытывают, понимая, что взялись за них всерьез.